всех рад приветствовать в ремонте красивый черный ноутбук с красной клавиатурой это какой-то асер на одиннадцатом поколении заявлено неисправность не включается попробуем его отремонтировать ну да его уже разбирали сделали вывод о том что аппарат был немного залит поэтому аккумулятор был отсоединен поэтому снимем плату и посмотрим что там происходит при извлечении системы охлаждения если даже если она не особо поднимается желательно не дергать ее перпендикулярно вверх так как при этом тепловые трубки можно погнуть поэтому можно сделать несколько движений параллельно платье вправо влево при этом сочлененной части уменьшить свое сцепление после чего систему охлаждения можно свободно отсоединить на хабовую часть термоинтерфейс не нанесен на системе охлаждения находится защитная пленка это штатное исполнение добиваем остатки ssd вай фай делаем при необходимости метки маркером если вам это необходимо докручиваем остальное и снимаем плату производим осмотр поверхности кристалла ну здесь больше интересуют уголки есть наличие сколов здесь все нормально термоинтерфейс на видеопамяти видеочип в принципе все нормально далее смотрим по плате наличие элементов которые подвержены залитию и вот здесь конечно группа элементов где все печально касаемо обвязки да и самих микросхем это наверное charger мы можно сказать что обвязка вся сгнила то есть это глобально надо менять аромат а а Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну и по итогу как-то так получилось не идеально, но пойдет ДимаTorzok Давайте пробежимся по основным питальникам 3 силовых вольта ДимаTorzok 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 Так, это у нас дроссель по-видимому на заряд МегаОма FB VDDQ Питание памяти 58,8 58,7 Далее Питание 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 графики 0,7 Ом Здесь нам Хотелось бы поточнее Давайте поточнее Сейчас посмотрим Сколько у нас на Землю На Землю 0,2 Соответственно Питание графики будет у нас 0,5 Ом Далее 1,8 Вольт 1,1 кОм ВЦЦ 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 155,5 Ом Так, стопает у нас ВЦЦ 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 это вот эти три дросселя так вот этот дроссель либо вот эта перемычка это у нас 1 вольт в с дгп уп либо pex vdd 18.6 у нас 5vs килоома и 3vs килоома что собственно логично мне кажется все раз уж у нас было пробитие по чарджеру хотя и было и залить и имеет смысл проверить входную цепь то есть 1 входной 2 входной сопротивление после второго входного батфет и ключи которые у нас на заряд чарджера вот это у нас с разъема 1 входной 2 ходу токовый датчик систему так остальные ключи помнят а ну здесь вот стоят давайте посмотрим не пробит ли 1 2 1 мегаома 2 мегаома выход 2 на землю килоома не знаю попал там на ножку нет и просто не вижу с датчика 1 ключ целый 2 целый по 19 вольтовой все нормально так и проверим вот это ключ со стороны аккумуляторной батареи батфет ботфет целый так и вот эти два на заряд а к б это целый и это целый подаем питание чик и у нас отсутствует потребление хочу за фигня непонятно и что может препятствовать открытию входных какой-то косяк вот где он расположен либо что-то недопаяно а либо где-то что-то утекло в общем это большая печаль смотрим получает ли чарджер питания питание 19 вольт присутствует на стоке на входе первого ключа напряжение присутствует на истоке на выходе отсутствует и на затворе управление ключом напряжение отсутствует напряжение с 6 вольтового ldo стабилизатора отсутствует таким образом как мы измерили у нас чарджер получает питание но у него отсутствует выход с ldo стабилизатора значит для начала работы стабилизатор какие условия нужны получение питания питание получено и сигнал ac dead алгоритм работы у нас какой на фото должно прийти напряжение выше чем 3 2 вольта все это дело сравнивается на компараторе если напряжение питания выше то то на выход у нас будет низкий логический уровень а так как здесь у нас нарисован кружок это инверсия соответственно на входе будет уже высокий уровень также на втором компараторе сравнивается сигнал ac dead он должен быть он поступает на положительный вход сравнивается с напряжением 0 6 вольт если он выше чем 0 6 вольт он на выходе также будет положительный высокий уровень здесь логический элемент и соответственно если на обоих входах будет высокий уровень то и на выходе будет высокий уровень и вот этот высокий уровень и наибол рэк-н поступает на фото до стабилизатора то есть это его и на были команда на включение и а чарджер должен выдать 6 вольт с 24 вывода вывода смотрим зеленом кондере pcb 18 сигнал ac dead напряжение отсутствует имеем питание на входе присутствует charger запитан соответственно здесь у нас тоже имеется 19 вольт а сигнал ac dead отсутствует причина какая может быть вот эти вот резисторы либо верхнем либо нижнем плече измеряем от в этой точке вот а либо а либо есть нас такой транзистор вот этот pb pqb 11 естественно допустим будет пробит либо течь то есть такая же ситуация может быть надо проверить вот эту группу элементов pqb 11 затвор на затворе 566 вольт 5,6 5,7 вольт и так тут как оказалось дело было не в бобине да просто я забыл про эту фишку значит у нас тут как работает что у нас присутствует 19 вольт acd от нету да и вот мы измерили что у нас на затворе транзистора висит 5 и 6 там 5,7 вольт если у нас делитель даже посчитай да то у нас поступает вот 19 вольт на вход до верхней плече 499 килоом в нижнем 215 на выходе вот мы получаем то напряжение которое мы получаем которому получили 5,7 вольт соответственно при этом напряжении транзистор будет открыт и будет садить наш acd на землю для того чтобы у нас все заработало транзистор должен быть закрыт чтобы он был закрыт надо чтобы на затвор ничего не приходило соответственно вот эту точку подсадить на землю и как раз вот на землю она сажается дополнительным контактом в разъеме питания такой разъем с доп контактом соответственно ну может быть радикальный способ допустим если бывает такой что вот этот транзистор течет и неисправен транзистор можно удалить и все будет работать вот либо проверить контакт замыкатель в разъем питания бывает что вот этот контакт отходит в самом разъеме и когда мы штекер вставляем нет соединения а бывает когда штекер установлен но не достает поэтому вот эту систему надо проверить то есть вот у нас вот этот третий пин адаптер-детектор вот он иногда заваливает сюда внутрь и перестает замыкаться либо до него не достает вот он приходит с базой из затвора до этот контакт и когда адаптер вставляется он адаптер должен замкнуть вот этот пин на на массу проверяем что мультиметр работает в режиме прозвонки проверяем состояние без вставленного штекера то есть массу на затвор нет сигнала сравниваем габариты родного фиолетового и тестового желтого размеры одинаковые устанавливаем разъем земля на detect не звонится они звонится из-за того что разъем не до вставлен хотя тут имеется когда разъем вставляется там два щелчка первый раз вставляешь когда он недоставлен есть щелчок и такое ощущение может сложиться что нормально вставился а если вставляем нормально до конца то имеется detect вот он первый щелк и второй щелк так пробуем запуск смотрите нет посмотреть у нас поднимется подключаем питание так запускаться будем где кнопочку здесь то есть кнопочка здесь может быть стоять есть контактной площадке здесь их можно зажать подаем питание 13 миллиампер так кулера напряжение нормально вроде перезапуск по тестеру все прочиталось блок спд почитался ресет снят напряжение в порядке и нет пока нет еще раз рестарт что ли отрубился возможно отрубается так вот посмотрим у нас смоз батареек сейчас не стоит поэтому ну вот он пискнул и нет есть так запускать все сборей с родного блока батарейка подключена родной аккумулятор подключен так станет он включен что я не вижу где у нас индикация заряда где у нас вообще непонятно ладно не доставил блин два щелчка чик вставил как будто у нас идет индикация то что батарейка заряжается ну в общих чертах можно сказать все аппарат был в ремонте уже достаточно давно просто монтирую старое видео аппарат была еще залита клавиатуры достаточно сильно топ кейс не менялся топ кейс отмывался насколько я помню все кнопочки работали нормально все устройства в системе ссылки на оборудование и расходку традиционно в описании к видео всем удачи всем пока